Накануне полицейские в Нижнем Тагиле, можно сказать, на взлете сбили дрона-закладчика дальнего действия, залетевшего на Средний Урал Ашизкировской области, откуда им управлял невидимый куратор наркомагазина. В результате более 200 граммов синтетической отравы не попало в незаконный оборот наркотиков трудового и доблестного города. Оперативники отдела по контролю за этим самым оборотом Нижне-Тагильского межмуниципального управления МВД по своим каналам узнали, что в центре города поселился, снял посуточную квартиру, некий засланец из Вятских краев, который в свои 24 года уже 17 раз привлекался за мелкие хищения, кражи и грабежи. Через интернет он нанялся наркокурьером, и вот его откоммунировали в Нижний Тагил. Налегке, но с инструкциями. После обустройства на хате он, их выполняя, сгонял на Серовский тракт, чуть севернее города, и там в лесном массиве по указанным координатам нашел оптовую закладку, которая должна была обеспечить его работой в горном гнезде Демидовых. Ему предстояло все расфасовать, сделать розничные закладки и поотсылать хозяевам фото местности и координаты. Конченным потребителям те уже продавали бы эту информацию за деньги. За клиентом, как водится, понаблюдали, и на 100% убедившись в том, что оптовый клад уже внутри квартиры, просто взяли его прямо на выходе из нее и не ошиблись. В реальности нашлось аж 210 граммов. На всякий случай поясним, что 200 граммов этой синтетики для сбытчика билет в один конец. Засбыт в особо крупном размере могут дать и пожизненное. Но есть у нас гуманная практика, учитывать, что преступление не доведено до конца. А это не только исключает возможность пожизненного, но и на четверть снижает планку максимально строгого конкретного срока. Так что по уголовному делу, возбужденному в 16 отделе полиции Нижнего Тагила, светит ему ровно 15 лет лишения свободы.